всем привет вы на канале софья стар и я рада видеть вас в своем блоге в этом видеоролике вы увидите обзор замечательного санатория в геленджике санаторий имени пирогова находится в уникальном красивом месте на берегу черного моря в районе голубой бухты микроклимат голубой бухты имеет уникальные природные факторы которые позволяют при проведении лечения широко использовать круглогодичное климатолечение которому в летнее время добавляются и морские купания санаторий был создан с целью лечения детей с нарушением опорно-двигательного аппарата в возрасте от 4 до 17 лет современная лечебно-диагностическая база и квалифицированный персонал позволяют широко использовать физиотерапии лфк массаж и другие терапии что способствует успешному лечению подрастающего поколения территория санатория огромная красивая по деревьям прыгают белочки птицы лечебно-оздоровительный центр постоянно облагораживает для детей делают все необходимые условия для комфортного лечения например недавно установили новые качели поменяли резиновое покрытие на спортивной площадке и поставили две новые беседки санаторий делится на два отделения как правило в первом отделении находится дети постарше с 6 по 9 класс а во втором отделении ребята с 1 по 5 класс на этаже имеется палаты которых проживает в основном по 5 человек в комнатах есть санузлы и кровати в каждой кровати своя тумбочка есть стол со стульями для выполнения домашнего задания а еще в комнате есть шкаф с вешалками и полочками а также вид на море и зеленую территорию санатория на этаже имеется прачечная и сушильная при необходимости можно попросить сестру хозяйки постирать вещи в стиральную машинке этот санаторий я посетила уже второй раз и так получилось что я была два раза в зимнем заезде который шел с 8 по 29 декабря мне все очень понравилось было хорошее лечение обучение 6 разовое питание мало того у нас была и елка дискотеки и различные мероприятия одним из плюсов санатория является то что детей распределяют по возрастам на разные этажи и отделения то есть ты всегда находишься в общении со своими сверстниками согласитесь со мной что новые знакомства и общение это очень круто а 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 В санатории имеется и основная общеобразовательная школа, которая оснащена современными учебно-наглядными пособиями и оборудованием. В санатории для обучения есть библиотека, где можно взять учебники как по школьной программе, так и по любительским интересам. Школа находится в отдельном здании от корпусов, в ней вы будете оформлять документы при заезде. Хочу отвлечься на этом моменте и сказать вам, что до приезда в санаторий заблаговременно желательно скачать и распечатать с официального сайта санатория бланки, анкеты, заявления и заполнить их. Этим вы сэкономите время при оформлении. В санатории достаточно легко учиться. В воскресенье и понедельник у нас были выходные, а в остальные дни, включая субботу, было по 3-4 урока. Многие учителя добрые, понимающие, но активность на занятиях все-таки приветствуется. В школе дети могут как сидеть за партой, так и лежать, лежа выполняя задания на кушетках. В конце заезда каждому выдается свой личный табель с оценками, которую вы забираете и по приезду отдаете в свою школу. Эти оценки вам могут выставить сетевой город, либо же просто использовать этот табель как справка о долгом отсутствии. Табель можно сфотографировать и отправить классному руководителю в том случае, если оценки требуются раньше окончания заезда. Что касается подростков, которые уже закончили 9 классов, у них идет самоподготовка. Хотя в моем заезде было двое человек из 10 класса, они с нами ходили в школу, некоторые учителя шли навстречу и давали задания отдельно по их программе. А сейчас поговорим о лечебном процессе. Комфортное расположение санатория позволяет выходить на улицу только в школу на учебные занятия. А на процедуры дети идут через переход в лечебно-диагностическое отделение. В этом отделении три этажа. На разных этажах свои процедуры. Еще в первые дни заезда в санаторий вы будете на смотре у врача, который вас осмотрит и назначит необходимые процедуры. Потом вам выдадут в санаторную курортную книжку, с которой вы будете ходить по процедурам. Лично у меня из процедур был ручной роликовый массаж, ЛФК, а также гидрованны. Помимо этого, какое-то время нам давали кислородные коктейли. Основное внимание специалистов учреждения уделено выявлению лечениям различных видов ортопедических заболеваний, таких как сколиозов, различных патологий, которые формируются из-за натальных травм шейного отдела позвоночника. Уполняется диагностика с использованием современных методов и оборудования, благодаря чему врачи могут максимально точно определить проблему и назначить эффективное лечение. Как показывает практика, по завершении курса реабилитации, дети перестают страдать головными болями, болями в спине и суставах, наблюдается укрепление мышечного корсета и улучшение осанки. Медицинский персонал старается сформировать у детей правильную осанку и мышечный корсет, который сможет затормозить искривление позвоночника и выработать верный динамичный стереотип движений, научить ребенка ортопедическому режиму и лечебной физкультуре. Итак, поговорим о питании. Питание в санатории шестиразовое, как я уже говорила ранее. Это завтрак. На завтрак обычно давали какую-нибудь кашу, масло с лебом, запеканку, омлет. Далее шел второй завтрак. На второй завтрак был сок яблочный в основном и что-то из фруктов. Это яблоки, бананы, апельсины. Далее обед. На обед шло первое и второе. Первое это различные супы, второе это картофельное пюре, макароны, котлеты, шницель, гречка и так далее. Следом полник. В полник давали обычно сырники со сгущенкой или булочки. На ужин было жаркое по-домашнему, тефтели, котлеты, картофельная запеканка с отварным мясом, плов, рис. Ну и на соник перед сном была ряженка, кефир или кисель с баранками, вафлями или печеньем. За весь заезд мы часто выходили гулять и были три раза на море. Один раз мы пошли туда на фотосессию. Действительно очень красивая природа в Еленджике. И эти просторы моря просто завораживают. Громкий смех и райский мёд в небесах. На заре голоса зовут меня. На заре Небеса зовут меня. Ну а теперь давайте поговорим о минусах. Их тут немного. Сначала вам многое может показаться странным, поскольку тут всё настроено по определенному графику. Но потом вы к этому привыкнете, и я думаю, что вам точно всё понравится. Первое – это подъём в 7 утра, а отбой в 9 вечера. Что касается различных запретов, хочу вас предупредить, что в санатории на ночь забирают телефоны, а на утро отдают. Ещё одним минусом является то, что в палатах санатория нет розеток. А розетки находятся в коридоре этажа, и заряжать телефон можно по определенному графику. Только после процедуры сон-часа, примерно в 15-15-30. Поэтому рекомендую вам взять пауэрбанк. Лично я во время подзарядки телефонов заряжала пауэрбанк, а от него уже оставшую часть дня – телефон. Ещё на территории санатория нет магазинов, чтобы купить какие-то сладости. Поэтому, если вы сладкоежка, то советую вам взять какие-то конфетки или печенье сразу с собой в чемодан. Могу вам предоставить базовый список вещей, которые понадобятся в санатории. Первое – это пауэрбанк. Далее – одежда, в зависимости от времени года. Из обуви возьмите с собой кроссовки и тапочки. Тапочки желательно резиновые, не мягкие, поскольку вам могут назначить водные процедуры. Купальник или плавки, средства личной гигиены, туалетная бумага, так как в санатории её почему-то не предоставляют. А также возьмите с собой фен, стиральный порошок и аптечку на всякий случай. Ну а теперь давайте узнаем мнение ребят о санатории. Женя и Арина здесь далеко не в первый раз, поэтому будет интересно их послушать. Привет, присядься, пожалуйста. Откуда ты приехал? Сколько тебе лет? Здравствуйте, меня зовут Монастырный Евгений, я приехала из города Краснодар. Всем здравствуйте, я Арина Олеговна, мне 15 лет и я из города Краснодара. А сколько раз ты уже здесь был? Тебе это нравится? Я уже тут седьмой раз, да, мне очень нравится, иначе бы я сюда седьмой раз не приехал. Расскажи, пожалуйста, о распорядке дня, что да как тут происходит? Ну для начала самое важное, здесь шестиразовое питание. Тут лечение в течение дня, сон час, который идет два часа, ну и небольшое обучение, чтобы дети не потеряли здесь все мозги. Распорядок дня здесь очень насыщенный, мы просыпаемся в семь часов, в восемь часов нас уже ожидает завтрак, потом каждый расходится по своим процедурам, далее обед, вот, вон тихий час, также здесь есть школа, которую посещают ученики с первого по девятый класс. А как относится медицинский персонал к детям? На самом деле все индивидуально, то есть есть те, которые действительно сильные эмпаты и пытаются помочь детям, делают все ради этого. А есть, которым, скорее всего, все равно на это, и они просто работают здесь. Я таких не осуждаю, но хочется хоть чуть-чуть любить. Медицинский персонал относится довольно хорошо, много хороших медсестр, это Рисалюк Ирина Николаевна, Воробьева Анна Львовна, тоже очень хорошие медсестры, поэтому, если вы приедете сюда, и они вам попадутся, радуйтесь, очень здорово. Также хочу отметить врача Бугуалу Андреевну, это тоже очень хороший врач, который всегда поможет и найдет подход к каждому больному. А какое лечение ты здесь проходишь? У меня здесь есть свинг-машины, гидрованы, массажи спины, различные процедуры с током, электрофорез, галате и так далее. К сожалению, многих названий я не знаю. Лечение получаю очень также хорошее, здесь очень много процедур. При заезде вас осматривает врач, который назначает вам процедуры, которые по вашему диагнозу подходят. А как тебе здесь питание? Так, ну, как я и говорила, оно здесь шестиразовое. На самом деле, тут оно очень правильное, можно так сказать. Я гарантирую, что у вас станет все лучше гораздо с кожей, если вы сюда приедете. Также хороший климат. К питанию, даже к такому, привыкнешь через неделю и уже будешь скучать. Питание очень хорошее. Мы питаемся шесть раз. Ну, не скажу, что я тут голодный, тут невкусно кормят. Конечно, это не домашняя еда, которую приготовила мама, но есть можно. А расскажи, пожалуйста, про систему школьного образования тут. Ну, тут в день максимум четыре урока, и то не всегда. И оно здесь действительно нормальное. Ну, конечно, не такое, как в школе, но если постараться и самостоятельно изучать, то можно ничего не забыть и даже получить новые знания. Особенно тут проще с оценками. Если учишься на тройке, четверке, то при таких же знаниях можно получить здесь отличные оценки. Система школьного образования достаточно хорошая. Под руководством Тюрина и Ларисы Владимировны. Это завод школы. Также в школе, которая здесь находится, работают хорошие педагоги, которые живут своей работой. И, как говорится, учитель – это не профессия, это призвание. И хочу сказать, что именно здесь учителя работают по призванию. А что тебе не понравилось в санатории? Какие минусы ты можешь выделить? Ну, здесь мало шоколада. И почему-то убрали яблочный джем. Я буду жаловаться. Да, потому что я считаю, это просто незаконно. Ну, на самом деле, здесь все хорошо. Так бы я не приезжала сюда так часто, как только возможно. И думаю, еще приеду. А как получить путевку в этот здравительный центр? Путевку можно получить у врача по своему месту жительства. На самом деле, все очень просто. Можно просто сходить в свою поликлинику, попросить путевку в санаторий имени Пирогова. Будем вас ждать. Вот. Ну, это проще сделать, если тебе нет 14, тогда тебе ее просто выдадут. После 14, к сожалению, они платные по инвалидности или если есть свободные. А тебе тут понравилось? Да, мне тут достаточно нравится. Так как, когда ты приезжаешь сюда снова и снова, ты вспоминаешь медицинский персонал, вспоминаешь воспитателей, вспоминаешь людей, которые тут когда-то были. И знаете, очень прикольно возвращаться сюда и ходить по дорогам, по которым когда-то ты ходил, но только с другими людьми, так как очень маленькая вероятность, что с тобой когда-нибудь приедут еще те люди, которые были когда-то ранее. Также, пользуясь моментом, хочу отметить очень хорошего воспитателя, который здесь когда-то работал. Это Дементьева Александра Викторовна. Это очень хороший воспитатель. Я очень надеюсь, что, Александра Викторовна, вы это смотрите. И когда-нибудь вы вернетесь, и мы с вами еще когда-либо увидимся. А что ты можешь пожелать этому санаторию? Я могу пожелать этому санаторию больше яблочного джема и новое оборудование. Пожелать этому санаторию я хочу побольше творческих, активных детей, чтобы сюда приезжали люди, которые ценят труд медицинского персонала. Спасибо за интервью. Спасибо вам. Как видите, мне и ребятам очень понравилось, поэтому мы вам рекомендуем посетить этот санаторий. Путевку в оздоровительный центр можно получить в поликлинике у врача по месту жительства, если вы имеете проблемы с опорно-двигательным аппаратом. На этом обзор санатория подходит к концу. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, делитесь этим видео с друзьями и пишите в комментариях свои вопросы и впечатления. С вами была я, Софья, до новых встреч, пока-пока.